В Москве прошел 29-й Национальный конгресс по болезням органов дыхания, на котором ведущие пульмонологи России и мира обсуждали вопросы профилактики, снижения заболеваемости и смертности от пульмонологических заболеваний, а также пути совершенствования оказания специализированной помощи населению. Несмотря на существенное снижение летальности, появление новых эффективных лекарств и подходов к ведению пациентов в последние годы обозначилась острая проблема, общая для всех регионов России. 2 числа мы проводим большую акцию в Татарстане и медийную и клиническую, то есть в поликлинике республиканской больницы, самой большой, все кабинеты будут заняты пульмонологами. Вот мы их собираем и мы в этот день будем целый день принимать людей, которым нужна вот именно эта амбулаторная помощь и делать спериметрию, о которой мы говорили. И спериметрию будет делать пульмонолог, а не медсестра. Для учета больных с тяжелой бронхиальной астмой российским респираторным обществом два года назад было инициировано создание федерального регистра. Мы туда включили вопросы и вакцинопрофилактики, и лечебного обеспечения, и профессиональных заболеваний легких, дальнейшего плана ведения этого пациента. В принципе, первые результаты регистра уже есть, и мы готовы сегодня на школе по тяжелой бронхиальной астме. Нынешний национальный конгресс по болезням органов дыхания предюбилейный. Появляются новые возможности технического оснащения. Вот в этом году у нас уже есть электронная программа, есть возможность любому со своего смартфона подключиться и иметь информацию, доступную информацию по тем лекциям, которые были на школах, на симпозиумах, если он не успел посетить, а ему это интересно. Это впервые на нашем конгрессе. Образовательные программы, включая ежегодный конгресс пульмонологов, важная составляющая деятельности российского респираторного общества. У нас есть конгресс, на котором мы сегодня присутствуем. Это тоже огромная образовательная программа, и все эти программы поддерживаются по системе непрерывного медицинского образования.